Всем привет! Добро пожаловать на мое новое видео! Сегодня, к сожалению, большому оно будет начинаться не с позитивной волны, как обычно, а немного с негативной, потому что вчера, а именно 18 июня 2024 года, я потерпел просто полнейшее фиаско. Я полностью слил свой баланс. Это произошло первый раз за весь год. Конечно, были у меня какие-то свои неудачи, я терял 300 тысяч рублей, но никогда полностью баланс не сливал именно за год введения моего блога. Но это все-таки произошло, по моей ошибке. Вот так это все выглядит. Осталось у меня 1803 рубля. Вот. И это видео будет сегодня посвящено тому, что я сейчас буду пополнять заново свой баланс, расскажу, как это случилось, буду объяснять, что я буду делать и тому подобное. Ну и в целом, также весь день сегодня. Давайте засниму вам свой, покажу, что буду делать и как буду выбираться из этой ситуации. Сегодня 19 июня, время у меня 12.40. Вот. Еще, ребята, кстати, хотел сказать, я выложил пост в канал насчет того, что вот я слил. И к чему я это говорю? Мне очень много из вас вчера написал и продолжает писать словами поддержки. Я хотел бы каждого из вас поблагодарить, потому что всем я ответить, к сожалению, не успеваю. Очень много сообщений. Я реально просто не успеваю. Конечно, со временем всем отвечу, но если вы смотрите это видео, я вам до сих пор не ответил, то, пожалуйста, простите. Я все вижу, просто немножко не успеваю. Еще раз большое спасибо. Мне, правда, очень приятно. Короче, суть сегодняшнего видео я вам объяснил. Сейчас первым делом, что я буду делать, это я буду пополнять баланс заново. Буду я пополнять миллион рублей и, соответственно, буду начинать работать, продолжать в прежнем темпе все делать и не буду расстраиваться. Бывает ничего страшного, буду просто продолжать. Так что желаю вам приятного просмотра. Мне будет приятно, если вы поставите лайк, если вы напишите комментарий. Если вдруг вам не понравится, ставьте дизлайк. Мне любая оценка важна, потому что я стараюсь для вас. Все, желаю вам приятного просмотра. Полетели. Я переместился за свое рабочее место. Время 13.29. Прошло где-то полчаса. Я немножко отвлекся. Вот, поэтому давайте сейчас буду ускоряться. Короче, буду вам все показывать прямо по шагу. Как я и говорил, начну я сегодня с пополнения баланса, потому что у меня всего 1000 рублей. Вот, давайте покажу, как выглядит пополнение, хотя я не знаю, кому это интересно, но меня просили. Вот, значит, я зашел в раздел кассы, пополню счет. Здесь много разных способов. Я буду пополнять криптой, потому что мне так удобнее и у меня деньги в крипте. Вот, здесь я ввожу сумму, получается, миллион рублей я хочу пополнить. Вот, здесь мне пишется инструкция. Мне нужно перевести вот такую вот сумму денег на вот этот вот кошелек, который мне выдали. Сейчас я буду это делать и, соответственно, баланс у меня пополнится. Только давайте я сейчас включу запись экрана, потому что мне неудобно снимать и показывать вам. Так, все, запись пошла. Продолжаю. Короче, теперь моя задача перейти на мой криптокошелек. Я пользуюсь Байбитом, поэтому буду переводить Байбит. Вот, захожу, получается, в активы и жму кнопку «Вывести». Мне нужно вывести часть своей крипты. Вот, выбираю монету USDT, потому что я буду выводить USDT. Вставляю адрес кошелька, который мне дали на брокере. Вот, вставил я адрес кошелька, вид сети, выбираю ТРЦ20. Сумма, которую мне нужно перевести, это вот это вот 11970. Ладно, давайте я переведу 11980, чтобы точно проблем не было. Вот, но у меня, если что, баланс чуть больше просто пополнится. Все, получается, 11980 USDT. Жму кнопку «Подтвердить». «Подтвердить». Так, сейчас мне здесь должны отправить, получается, код подтверждения на почту. Я его вставлю. Так, сейчас. Здесь 639245. Еще мне на номер телефона сейчас тоже должен прийти код. Что-то мне на номер телефона смска не приходит. Сейчас надо дождаться, пока вот пройдет 15 секунд. И отправлю еще раз повторно. Мы жму кнопку «Отправить» еще раз. Надеюсь, сейчас все дойдет. Вот, да, сразу пришла. Здесь код 270816. Следующий шаг жму. Все, заявка на вывод отправлена. Теперь мне остается только ждать. Я свою крипту отправил. Как только крипта поступит на этот адрес, баланс у меня должен автоматически пополниться. Так что давайте как деньги пополниться. Продолжим. Все, ребята, наконец-то баланс пополнился. 1 213 рублей мне дали. Немножко больше, потому что, если помните, я в крипте переводил тоже с запасом небольшим, чтобы наверняка было. Вот, и мне накинули 213 рублей. На самом деле, еще пополнился 13.51. Сейчас время уже 14.16. Я просто делал пост в канал «Вся в телеге». Вот, и там немножко отвлекался, поэтому не сразу вот начал записывать. В общем, все. Нужно начинать работать, потому что время уже 2 часа. Мне нужно восстанавливать свои позиции. Я пойду сейчас садиться за свое рабочее место и будем начинать. Все, друзья, я сел за свое рабочее место. Время сейчас 14.20. И получается, только-только сейчас буду начинать свой рабочий день. Вот, продолжать работать я буду точно так же. Ничего в своей стратегии я менять не буду. Просто буду восстанавливать свои потерянные позиции. Вот, баланс у меня 1.2 млн рублей, поэтому 10.020 рублей будет у меня сумма сделки. Первый самый доходный актив у нас евро-доллар 85%. Перехожу на инвестинг. Так, давайте закрою YouTube. Кстати, табличка у меня преобразилась, конечно, вообще. Пока что я в минусе на 830 тысяч рублей за июнь. Вот, но с учетом того, что за мае у меня 1.512.000 получилось. Вообще, кстати, я в Телеграме еще рассказывал, что за целый год я в плюсе практически на 20 миллионов, поэтому эта потеря для меня, конечно, очень печальный момент. Но если посмотреть на общую картину, то не так страшно, потому что это рано или поздно должно было случиться, я думаю. Тем более, я совершил глупую ошибку, поэтому нужно за нее, скажем, расплачиваться и восстанавливать потеряно. Вот, резюме продавать мне не подходит. Иду дальше. Дальше это фунт-доллар. КБП-USD. КБП-Слыш-УСД. Так. Там доходность уже поменьше, но... Ладно. Так, теханализ. Одна минута. Активно продавать. Хорошо. Открываю сделку на понижение. В целом здесь, как мы видим, реально есть такая небольшая тенденция на понижение. Ожидание 2 минуты. Жду. Так, одна секунда. Отлично. Зашла? Да, зашла эта сделка. Супер, так надо звук включить. Мой день начался с плюсов, это уже очень радует. Получается все, на этом первый подход закончен. Чистыми у меня получилось 8400 рублей. Осталось всего лишь 1 600... 1 620 000 примерно. Я думаю, все будет быстро. Ладно, все, я пошел на полу. Я обещал рассказать у себя в Телеграме более подробно, что же вчера произошло, из-за чего я вообще потерял весь свой баланс. Я вчера записывал уже голосовое сообщение, где я объяснил, что я допустил одну ошибку, в которой просто поторопился и которая повлекла за собой потерю всего депозита. Что было? Я, короче, перекрывался. И где-то на третьем либо четвертом перекрытии, я не помню, с каким активом я работал, но я сначала открыл сделку, а только потом посмотрел резюме на инвестинге. То есть я открыл сделку, потом я зашел и увидел, что резюме поменялось там с активно продавать либо активно покупать на нейтрально. А сделка у меня была уже открыта. По итогу эта сделка не зашла. Дальше следующая у меня тоже не зашла. Шестая тоже, по-моему, не зашла. И фатальная следующая тоже не зашла, и мой баланс был потерян. Вот. То есть прикол в том, что если бы я не поторопился, а посмотрел бы и перешел бы на другой актив, 99% этой ситуации бы не произошло, потому что у меня куча раз такое было. Вот. Просто все из-за банальной спешки. В такой работе ни в коем случае нельзя не торопиться, не жадничать, не работать не в удобных условиях, с плохим интернетом, потому что просто несколько ошибок могут повлечь в потерю всего. Типа ты, например, месяц к чему-то ушел, и потом за один, в один миг все потерял. Я думаю, что никто этого не хочет, поэтому нужно делать все очень аккуратно, очень осторожно и в идеальных условиях. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, а я в свою очередь буду возвращать все свои потерянные деньги, буду все это делать у вас на глазах. И посмотрим, кстати, интересно, сколько времени мне это займет, но я думаю, что за месяц я должен управиться. Время 15.43, я сел, делал следующий второй подход. Погнали. Что у нас по... О, 87% доходности, нифига себе. 88! О, это очень круто! Евро-доллар. Так, что у нас по доходности? Ой, фу, по резюме. Активно продавать. Работать я буду по 10 104 рубля. Открываю сделку на понижение. 88% доходности, это очень круто. Так, там осталось 3 секунды. Обновляю резюме, активно продавать. Открываю сразу же следующую сделку на перекрытие. Блин! А, нормальную точку хода поймал. Хорошо, все, сделка получается открыта. 2 секунды остается. Эта сделка у меня тоже не заходит. Перекрываюсь дальше. Уже на 39 тысяч рублей. Снова на понижение. Резюме у нас такое же, активно продавать. Вот. Евро-японская иена, кстати, я тоже открыл заранее посмотреть, потому что здесь тоже доходность хорошая. И тут у нас по резюме активно продавать. Если сейчас сделка на евро-долларе не зайдет, то я думаю сменю актив. Так, 2 секунды. Не заходит эта сделка тоже. И это получается уже третий минус подряд. Так, здесь резюме, кстати, поменялось на продавать, поэтому, тем более, с этим активом пока что работать не буду. Перехожу на евро-японская иена, обновляя резюме. Здесь резюме тоже... А, не стоп, не то. А, да, здесь тоже поменялось на продавать. Хорошо, иду дальше. Следующий это ГБП и ЕСД. ГБП и ЕСД активно продавать. Открываю сделку на 90 тысяч рублей здесь, потому что я нахожусь в суммарном минусе на 70 тысяч рублей. Сделка на 90 мне принесет как раз-таки... Возмести, точнее, все мои убытки. Хорошо, эта сделка зашла. И я вернул свои потерянные деньги и остался еще в плюсе на 8300. Вот. В принципе, все. Плюс я имею неплохой. В предыдущем подходе я заработал 8400, сейчас 8300. То есть я уже в плюсе на 16 тысяч рублей за сегодняшний день. На этом у меня подход закончил. Этот перерыв я трачу на просмотр YouTube. Подошло время делать следующий подход. Время уже 17.23. Я даже немножко потерялся во времени, если честно, потому что практически 2 часа прошло после моего предыдущего второго подхода. Я немножко опаздывал. Надо наверстывать. Итак, подход номер 3. Время 17.24. Продолжаю работать дальше. Так. 88% по-прежнему евро-доллар. Очень хорошая доходность. Активно покупать. Открываю сразу же. О, как раз график идет у нас вверх. Это очень хороший знак. 50 секунд ожидания. Короче, грех не воспользоваться возможностью. Я открыл еще одну сразу, вторую сделку, тоже на повышение. Потому что у нас тут есть ягненький тренд наверх. Вот. И, короче, решил открыть я две сразу сделки, обе на повышение. Посмотрим. Надеюсь, что зайдут обе. Короче, 5 секунд осталось. Обе сделки эти заходят. Я третью тоже открыл, потому что, ну, грех не воспользоваться возможностью. Только что, получается, с этих двух сделок я заработал 18 тысяч. Да, 18 тысяч рублей. И как раз у меня еще открыта третья сделка, которая через 50 секунд, посмотрим, зайдет или нет. Блин, кажется, чуть-чуть не хватит. 3 секунды осталось. График прям немножко вниз ушел. Перекрываюсь на 20 тысяч уже дальше, чтобы вернуть эти потерянные 10-100. Еще ниже график ушел. Так, ладно. Главное вовремя остановиться в этом всем поезде. 3 секунды. Эта сделка тоже не зашла у меня. Обновляю резюме. Активно покупать до сих пор. Перекрываюсь дальше уже на 39 тысяч рублей. Снова на повышение. Потому что резюме такое же. Активно покупать. В ноль зашла эта сделка. То есть я не потерял и не заработал. Нужно открыть еще раз. Ой. Я не даду с ума. Так, 39 тысяч. Обновлю перед этим резюме. Торопиться не буду. Активно покупать. Еще раз. Активно покупать. Да, открываю сделку еще раз на 39 тысяч рублей. 2 секунды. Эта сделка у меня заходит. И с нее я забираю чистыми еще 3320 рублей. Так, сейчас я посчитаю по бареку, сколько я заработал. Итого за сегодня у меня уже 38 тысяч практически прибыли. Осталось мне еще 1 590 получается. Ладно. Все. На этом подход закончен. Так, друзья. Время 18.17 у меня. Я сейчас сижу в перерыве. Все это время трачу на общение с вами. Очень много человек пишет. И я в очередной раз хотел вам напомнить, что если кто-то из вас не подписан еще на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь вы можете лично со мной общаться. Я здесь никому ничего не продаю. Это просто мой личный блог. Делюсь своими здесь какими-то новостями, успехами, результатами и тому подобное. И вашими результатами, что немаловажно, тоже постоянно делюсь. Потому что всем всегда интересно, у кого у других людей как получается. Это все вы можете посмотреть у меня. Я постоянно скидываю результаты других людей. Кто сколько зарабатывает, там что и как. Поэтому обязательно переходите. Ссылка, если что, под видео в закрепленном комментарии. Короче, показываю инструкцию, как правильно нужно заряжаться перед тем, как начинать работать. То есть, включаешь 50 цента, делаешь вот так. Все. Так вот поделал 10 секунд и можно делать следующий подход. Продолжаю работать дальше. Время уже пол седьмого, довольно много. У меня только четвертый подход, но я сам в этом виноват. Я сегодня большие перерывы делаю. Так, 10 399 рублей. Это 1% от нового баланса. Самый доходный актив по-прежнему евро-доллар. Что у нас по резюме? Так, активно продавать. Открываю сразу же сделку, значит, на понижение. На евро-долларе. 3 секунды осталось. Эта сделка не зашла. Так, обновляю снова инвестинг. Евро-доллар по-прежнему активно продавать. Перекрываюсь дальше уже на 21 тысячу, чтобы вернуть мои 10 400. 3, 2, 1. И, пожалуйста, хорошо. Отлично. Эта сделка зашла у меня. И получается, я вернул 10 400 мои потерянные. И остался еще в плюсе на 8 609. То есть, плюс 8 609 равно. Но 46 500 за сегодня у меня уже заработок. Это хорошо. С балансом миллион рублей. Это 5%. Практически очень хороший результат. Давайте, я думаю, сейчас еще один перерывчик сделаю. Сделаю последний подход на сегодня и буду на этом заканчивать. Итак, я возвращаюсь. Время 19.25. Я этот весь перерыв потратил на анализ рынка криптовалют. Потому что сейчас идет просадка. Видите, все очень красное. И очень хороший момент, чтобы закупиться. Поэтому, собственно, этим и занимался. Но подошло время делать следующий подход. Это будет последний на сегодня. И на этом буду заканчивать. Погнали. Пятый подход. Время 19.28. Это будет заключительно на сегодня. Как я уже и говорил. Давайте я для начала обновлю страницу, чтобы получить... Чтобы ничего не лагало, точнее. Дальше. Что по активам? Евро-доллар самый доходный по-прежнему. 88. Но резюме у него нейтрально. Поэтому мне он не подходит. Дальше. Тут реально график. Что такое-то? Он тупо на месте стоит. Видите, стагнация идет жесткая. Это самый плохой момент, на самом деле. Дальше. Евро-японская иена. Евро-японская иена активно продавать. Окей. Работать я буду по 10485 рублей. Но здесь, на самом деле, тоже какая-то херня. График тупо стоит на месте. Ладно. Давайте я открою. Одну сделку. А там посмотрим, что будет. Хорошо, что я сделку открыл. Потому что остается 4 секунды. График ушел немножко вниз. И она у меня без проблем заходит. Чистыми я с нее забираю. Сколько? Получается 9000. Чуть больше, чем 9000 рублей. Надо сейчас точно посчитать. Потому что... А, блин, я уже сбился. Ладно. Сейчас я ничего не буду считать. Никакие итоги подводить. Сейчас просто следующим кадром вставлю. И там уже все посчитаю. И все скажу. Как пришел сегодняшний день. Дневник сегодня выдался очень скучный, конечно. Я весь день, кроме работы, ничего не делал. Вот как я проснулся. Так сейчас вот уже 8 вечера. Я на улицу не выходил. Я ничего, кроме работы, не делал. Даже в моменты перерывов я это время трачу. Либо на общение с вами. Что считается тоже работой. Либо что-то... Ну, что-то полезное. Там другие проекты. Либо поиск какой-то новой информации. Ну, так вот. И получается, когда много работаешь, когда к чему-то стремишься, когда хочешь достичь больших результатов, нужно реально много работать. Чем-то жертвовать. Вон там ребята дуги отдыхают. Веселятся. Ну, а мы работаем. Подошел к концу мой рабочий день. Время 19.40. Вот, в принципе, вы все видели. Я сейчас только что подчитал цифры. За сегодняшний день у меня получилось 55 698 рублей. Вот сейчас у меня баланс вот такой. А в начале дня было... Вот, миллион, 0,02, 0,16. Ну, вы можете перемотать, посмотреть. И путем легкой математики вычитаем одно из другого. Получаем 55 698. Было 5 подходов. В принципе, вы все видели. Тут повторять нечего. Я, в принципе, доволен результатом. Надо сейчас только в табличку мне записать. 55 698. Все правильно. Да, все правильно. И нужно сделать вот так. Да, конечно, печальная картина здесь. Но ничего страшного. Я думаю, в ближайшее время я все восстановлю. И все будет хорошо. Но в любом случае вы все будете видеть. Я, как всегда, все буду продолжать показывать. И держать вас, так скажем, в курсе. Пока что минус вот такой. Давайте запомним. Сегодня 19 июня. Вот так. Посмотрим, сколько будет, например, через неделю. Ладно, спасибо всем за просмотр, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам было интересно. Я старался. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой телеграм. Всем хорошего дня. Увидимся в новых видео.